Американские ракеты возвращаются в Европу. На полях саммита НАТО в Вашингтоне США и Германия объявили о планах разместить, начиная с 2026 года, на территории Германии дальнобойное оружие, в том числе гиперзвуковое. Каковы могут быть последствия? Комментарии Георгия Бовта. После того, как в 2019 году сначала США, а потом Россия вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного Америкой еще с Советским Союзом в 1987 году, было ясно, что появление таких ракет в Европе вопрос времени, в зависимости от нового кризиса в отношениях двух ядерных сверхдержав. Сегодня этот кризис настал, имея все признаки нарастающей эскалации. Договор 1987 года, напомним, касался баллистических и крылатых ракет наземного базирования, дальностью 500 тысяч километров, которая называлась меньшая, и 1500 километров, которая считалась средней. Все, что летает дальше, это уже стратегические вооружения, пока еще ограниченные договором СНВ-3. В конце 80-х Москва и Вашингтон пошли на заключение договора на фоне сначала размещения американских ракет «Першинг» в Европе, а затем подъема массового антивоенного движения, прежде всего в Германии, с требованием эти ракеты убрать. Сейчас антивоенным движением в Германии не пахнет, а партия «Зеленых», которая была одним из его лидеров, переквалифицировалась в отпетых ястребов на фоне военного конфликта на Украине. Так что, похоже, по крайней мере, поначалу новые американские ракеты в Германии будут встречать цветами. После выхода из договора 1987 года Вашингтон уверял, что воздержатся от размещения ракет меньшей и средней дальности в Европе. Дескать, Америка собирается такие ракеты размещать прежде всего в Тихоокеанском регионе для противостояния Китая, число ракет средней дальности у которого исчисляется многими сотнями. Но теперь все изменилось. В ответ на угрозы Запада Россия разместила тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Также президент России Владимир Путин уже предупреждал, что Москва ответит зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. В начале июня он напомнил, я говорил, что мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в каком-то регионе мира. И если комплексы ракет средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально. На днях Путин заявил о готовности России начать производство таких ракет. Очевидно, теперь можно ждать заявления и об их размещении. Когда на пике Холодной войны американские першинги появились в Европе, их подлетное время до европейской части России составляло менее 20 минут, что, соответственно, резко сокращало время реагирования и увеличило возможность возникновения ядерного конфликта по ошибке. Получалось, что формально тактические американские ракеты средней и меньшей дальности для Советского Союза составляли уже стратегическую угрозу. Теперь же американцы собираются дополнить эти ракеты еще и разрабатываемым гиперзвуковым оружием, которое в модификации дальнего радиуса действия будет способно поражать цели на расстоянии 2776 километров. Это в два с половиной раза дальше, чем от Германии до России. Считается, что перехватить такие ракеты практически невозможно. Весной текущего года США сообщали об успешном испытании гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса «Воздух-Земля». Правда, скорость полета ее не раскрывалась. Также США уже разместили пусковую установку ракет средней дальности нового поколения на филиппинском Северном Лусоне в начале апреля текущего года. Аналогичные системы с 1926 года приводят и в Германию. Там планируется дислоцировать одно из пяти расположенных по всему миру многоцелевое оперативное подразделение, усиленное батальоном дальнего огня для укрепления Европейского театра военных действий. Еще два подразделения будут созданы на Индо-Тихоокеанском театре военных действий в дополнение к уже существующему. И одно будет базироваться в США, в Форт Либерти, Северная Каролина. Подразделения предназначены для ведения боевых действий на суше, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве. В планах США завершить формирование всех пяти многоцелевых подразделений к 1928 финансовому году. Тогда же их дополнят гиперзвуковые батареи средней дальности и гиперзвуковые батареи дальнего действия. Таким образом, примерно к этому сроку Америка будет готова к полномасштабной войне нового поколения, которую, если кто еще не понял, Берлине и Брюсселе, они собираются вести преимущественно на Европейском театре военных действий, а также Индо-Тихоокеанском. Все как во Второй мировой, только с гиперзвуком. Все это происходит при полном безмолвии некогда массового антивоенного движения в Европе, в самой Америке, да и вообще во всем мире. Далеко не факт, что оно сумеет проснуться и осознать происходящее до того момента, когда уже будет поздно. Ну а мы пока возвращаемся во времена, которые в плане противостояния двух ядерных держав могут быть гораздо более опасными, чем времена, когда Советским Союзом правил Юрий Андробов, а США Рональд Рейган.